Оценить свой уровень здоровья и функциональную готовность организма к нагрузкам может каждый житель Рязанской области. Сейчас это особенно актуально для тех, кто переболел коронавирусом. Провериться можно в кабинете здоровья, который расположен в областной консультативной поликлинике, находящейся на территории ОКБ. Это нужно для тех людей, для тех пациентов, которые после ковида ощущают, что качество их жизни ухудшилось, их уровень функциональной готовности, здоровья стал ниже, чем был до заболевания. Попадая в этот кабинет, пациент проходит диагностику. Она начинается с измерения роста и веса человека. Выявляются такие показатели, как глазное давление, уровень сахара в крови и многое другое. Существуют две ключевые системы органов, которые могут сказать о том, как чувствует себя весь организм. С помощью кардиовизора можно увидеть различные изменения в сердце. Показатели моего сердца оказались в зеленой зоне. Это значит, что с органом все в порядке. Если компьютерная программа заметит нарушение в работе сердца, на экране оно отобразится желтым или красным цветом. В последнем варианте следует сразу же обратиться к кардиологу. Еще один важный показатель – это состояние легких. При появлении одышки стоит пройти определенный тест. С помощью спериметрии можно измерить жизненную емкость и возраст легких. Сейчас мы узнаем результаты. Легкие также оказались в норме. Их возраст, согласно компьютеру, младше меня на 8 лет. Часто после перенесенного ковида можно увидеть возраст легких вдвое старше самого человека. В таком случае следует обратиться к пульмонологу. Есть и другие методики, позволяющие выявить нарушения, на которые часто люди не обращают внимания. Если вдруг какая-то немотивированная жажда, хочется больше пить, нужно подумать о том, нет ли сахарного диабета, потому что в лечении ковида применяется гормонотерапия. И, естественно, это как осложнение может развиться сахарный диабет. Здесь мы можем проверить экспресс-диагностику уровня глюкозы крови. И если есть какие-то изменения, естественно, нужно назначить либо консультацию терапевта, либо консультацию эндокринолога, посмотреть уровень и профиль сахара. Этот кабинет отличается тем, что здесь, в отличие от того же МРТ, который оценивает структуру того или иного органа, используются функциональные методики, позволяющие быстро оценить функциональность организма. В случае выявления любых нарушений, пациенты получают направление к узким специалистам. Они получают консультацию кардиолога, пульмонолога, узких специалистов, которые позволяют им с помощью медикаментозных и немедикаментозных методов физиотерапии улучшить свое состояние. Стоит сказать, что кабинет здоровья работает в поликлинике всегда и для всех. Не только для людей, переболевших ковидом. В связи с пандемией изначально здесь были обследованы работники ОКБ, переболевшие вирусом. Теперь каждый резанец с отрицательным ПЦР-анализом на ковид может проверить здесь свой организм. Мы решили предложить эту систему обследования организма, чтобы выявить на ранних этапах какие-то отклонения в организме, чтобы побыстрее реабилитировать наших сотрудников и ввести их в строй. Ну и теперь мы планируем это расширить и на приписное наше население. У нас, считай, четыре поликлиники теперь в нашей областной больнице. И для населения всего города Рязани, и для населения области. Поэтому мы с удовольствием записываем всех, обратившихся к нам по телефону, с учетом все-таки существующих вот этих ограничительных мероприятий, и принимаем по записи всех желающих. Позвонив в поликлинику, вы можете не только записаться на диагностику, но и задать все интересующие вас вопросы. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».